Так, ребята, не работает задняя скорость И постоянно горит, как будто включены задние туманки Из-за того, что здесь все провода перебиты Были вообще просто оголенные Я их временно замотал Потому что были морозы, некогда не мог все это перемотать И теперь наконец-то добрался, пока у нас 0 градусов, плюс 1 Сейчас хочу все это восстановить Сейчас займусь Сейчас пока это все восстановлю Для того, чтобы это работало А весной, когда уже достаточно потеплеет Уже займемся полностью этой проводкой И переделаем ее Кинули мне фотографию, что вот этот провод убирают отсюда И делают напрямую Вот здесь он вот так вот проходит и открывается То есть уже здесь он переломываться не будет Сейчас нужно хотя бы его сделать Для того, чтобы он работал Как ездить без заднего хода Вообще жесть Давайте сейчас раскручим Посмотрим, что здесь есть Можно увидеть, что здесь уже его восстанавливали Хорошая здесь скрутка одна Чуть-чуть потянула, она оторвалась И так все провода зачищены Подготовлены Я так подумал, а что тянуть Вот здесь вот отверстие вот Замазано чем-то Непонятно, что это такое Что-то жесткое Типа сырая резина, походу А давайте сразу Оттуда все уберем И соединим вот так напрямую Итак, что-то я столкнулся с такой проблемой Потому что цвета проводов что-то не совпадают Здесь вот желтый, коричнево-желтый А здесь в ответной части Здесь таких даже цветов нет И скрыл обшивку Посмотреть, что здесь А тут у нас Вот значит, что творится Какая-то фишка есть Не знаю, для чего она Кто в курсе, для чего вот этот разъем Напишите в комментариях И вот тут на кремах соединено Вот это я так предполагаю Должно быть вот здесь В отверстии Так, ну в общем понятно Значит отсюда буду выслеживать Какой-куда провод И там наверху соединять А вот здесь что-то я смотрю Они уже тоже Некоторые провода просто пустые Да, вот Белый и красно-серый Здесь они вообще никуда не подключены Интересно это почему В принципе проводов так хватает Вообще свободно Даже не надо наращивать Берем в общем термоусадку И начинаем все соединять Пока в тестовом режиме Сделаем все на скрутках Посмотрим, если что Дальше может переделаю Спаяю Даже может Даже может летом Вот эту всю косу Поменяю Поставлю другую Когда будет тепло Соединяю я их Вот таким образом И тогда нам Ничего не будет мешать Осталось вот два провода Это белый с черным И белый с желтым Вот они были по идее Как бы сюда соединены Вот два провода здесь есть Но ответных частей от них нету Какой и куда идет Я короче без понятия Сейчас придется идти Откапывать ту кулатору И смотреть там в багажнике Куда эти провода подходили Вот откопал кулатору Ребят Смотрите Здесь еще проводка Более менее Такой жгут Не сильно пострадал И он такой Относительно Можно сказать Мягкий Но может из-за того Что сейчас тепло И смотрите Короче Что увидел Оказывается Здесь же фишка Должна быть По идее А не так просто Скрутка Как у меня там И вот Эта фишка Которую я говорил Вот у нее ответная часть Идет сюда в жгут Здесь всего приходит Два провода в нее А выходит из нее Целых Три провода То есть получается Один коричневый Один белый С черными точками И один белый С желтыми точками Ага Значит все понятно Вот я разобрал Это ответная фишка Вот как она у меня есть Здесь всего два контакта Два подключены А здесь их три И значит Коричневому серому Подключается Белый Желтый А к коричневому Зеленому Подключается Белый Черный И все Прикиньте народ Я нашел у себя Точно такой же Ответный штекер И он даже Аудюшный Вольтсваген Ауди Правда провода Другим цветом Да и хрен бы с ним Кто здесь его увидит В принципе у нас там Как раз Коричневый С зеленым Коричневым С белым Это будет коричневый И белый Единственное что Нужно вот этот Один пин Переставить с середины На крайний контакт Но это вообще Не проблема Сейчас вот это Все отрежем И пойдем Соединять Хорошо Когда есть инструмент Берем Вот такой Китайский Наборчик И этот Ответный Штекер Подбираем Сюда Нужный нам Инструмент Нужно Максимально Плотно Чтобы он Туда входил Тогда он Уже сам Аж выталкивает Пин Вот этот Инструментик Главное Нужно Подобрать Необходимый Инструмент И вот Наш Пин Вытащился И все Теперь его Со среднего Контакта Переставляем В следующий В крайний Усики Немножко Подвинем Чтобы они Цеплялись Все Теперь у нас Два Крайних Контакта Как и должно Быть И нет никаких Проблем Этот инструмент Стоит Копейки Есть конечно И подороже Там с ручками Но для дома Вот так вот Когда вот Ковыряешься Со старой машины Вообще Офигенная вещь Кому надо Будет Такой инструмент Заказывался Алиэкспресс Ссылка будет В описании И в закрепленном Комментарии Рекомендую Заказать Очень нужную Вещь Пойдемте Подключать Итак Уже все Подключил Напомню Вдруг у кого-то Тоже возникнут Проблемы При подключении Этой косы Смотрите Коричневый Зеленом Зеленый Подключается Черно-белый А ко второму Вот так Вот так вот Вот так вот Это все Уходит Здесь Ну в принципе Я так и оставлю Только сюда Нужно будет Найти какую-нибудь Заглушку Чтоб сюда Ничего Вовнутрь Не попадало И так уже Эти провода Не будут Никогда Переломутся Я думаю Мешать не будет Так значит Гофру Вот так вот Сделал Ее обмотал В этом месте Изолентой Потому что Она ребристая И тормозит Об эту резинку Чтобы она Не тормозила Я ее Обмотал Изолентой Можно Даже еще Побольше Обмотать Я в один слой Обмотал Здесь Это все Вот так Вот здесь Специальная Клипса Для этой Для гофры Она фиксируется Вон туда Это все Закрывается И вот так Это все Выглядит Я думаю Намного Аккуратней И при закрытии Багажника Работает Это все Вот так Вот она Опускается И туда Ничего ей Не мешает Вот А выше Тоже надо Обмотать И вот Она не слаживается Она там Хопа И все Пускай она Лучше будет Здесь Но зато Она не будет Постоянно Ломаться И так Перетираться Вот так Ребята Кватру Потихоньку Привожу В порядок Уже Намного Лучше Стало Стали гореть Плафоны Заднего Хода Которые Не горели Подсветка Номера Заработала Там Светодиодные Лампочки Оказывается Даже стоят Потихоньку Вид обретает Нужно будет Еще сейчас Поменять Плафон Снять С той Кватры Поставить сюда Хоть он и разбитый Там Но все таки Не такой вид Давайте Давайте сейчас Перекинем Перекинем Их местами Отодвигаем Ковролин Снимаем У нас Что здесь Вот эту штуку Все в пылище И нужно Открутить Сколько Четыре Гаечки На восемь И теперь Снимаем Наш Суперский Плафон О Снял Вот такое Короче Он красивый Кстати Если кто Не в курсе Если у вас Плохо Закручены Вот эти Плафоны То может Вода Попадать В багажник Например На той машине Они были Слегка Прикручены Здесь Были Хорошо Прикручен Вот этот Именно Оставим Вот этот Вот наглядная Разница Какой Этот Какой Тот Ну Хотя бы Получше Чем тот Ну вот И все Плафончик Установлен Совсем Другой Вид Со второй Стороны Делаем То же Самое Этот Плафончик Вот с таким Отверстием Точнее Не отверстие А с такой Дыркой Сюда Ставим Вот этот Он так Дэркой Плафончик Дэркой Дэркой